Друзья, остались вопросы. Братья говорят, что лучше ответить, чем оставить без ответа. Может быть, два-три вопроса не очень подходящих, я на них решил не отвечать. Дядя Коля, вы постоянно в дорогах, в перелетах. Но ведь это нелегко. Не бывает ли у вас такого, что не хочется никуда ехать? И как к вашему служению относятся ваша жена и дети? Дети и жена относятся положительно, они благословляют меня. А бывает или нет, бывает, когда я не хочу куда-то ехать. Такое бывает. Несколько записок пришли по поводу подавать персональные данные, или вернее давать согласие на обработку персональных данных. Друзья, в общем-то, я думаю, что здесь однозначный ответ трудно дать, потому что в зависимости от ситуации, если у вас есть подозрение или такое чувство нехорошее, вы можете не давать согласие на обработку персональных данных. Но я не готов, чтобы вот так вот на уровне чуть ли не братства сказать, что этого нельзя делать. Я не готов, потому что мы возведем это в ранг греха, и люди будут мучиться, хотя этого могло бы избежать. Я думаю, что надо поступать по совести, и не во всякой ситуации одинаково. Но мне здесь задан вопрос, он немножко интересный. Видел ли я какое-нибудь введение или ангелов? Видел, но рассказывать не буду. Может быть, когда-нибудь в следующий раз. Николай Степанович, вы говорили, что каждый человек имеет право на собственное мнение. А если в церкви есть люди, которые считают и понимают буквально, жены в церквах домолчат, ну, видимо, как я вчера говорил, что ничего нельзя, или сегодня, и могут в кругу своего общения выражать свое мнение, является ли это ересью, за которую нужно их наказывать? Друзья, я бы этих людей предупредил, чтобы они об этом не делились, такими мнениями. И пригрозил, что если они будут это мнение распространять, накажем. И точно так бы и поступил. Потому что это бы послужило не к устройству, но к расстройству. У нас принято, что сестры могут молиться, могут рассказывать стихотворение, декламацию или петь. И поэтому никаких перемен здесь быть не должно. По тексту, по тексту Библии, речь идет о проповеди в церкви. По тексту. Вы можете почитать внимательно. И если мы расширяем диапазон такого толкования, считаю, что мы нарушаем. Но я бы не пресеснял, если человек так думает, но не распространяет. Но если он начинает делиться везде, где попало, мы бы его наказали за такое неправильное поведение. Ну, здесь вопрос вот примерно такой. Можно ли наше собрание называть богослужением? Ну, в церквах, как у нас. Я считаю, что можем. Ну, что такое крещение по Писанию? Это завет с Богом, обещание Богу доброй совести. Правильно ли это определение на основании Святого Писания? Друзья, завет с Богом – это больше практическая сторона. Мы так привыкли это называть. По Слову Божию, крещение – это обещание Богу доброй совести и погребение своей ветхой природы. Написано, мы погреблись с ним крещением в смерть. Это по Слову Божию. Ну, как определить духовный человек, душевный или плоской? Не буду. Это длинный вопрос не буду определять. Что такое избрание? Тоже не буду. Тоже там записка предусматривает пространное рассуждение. В отношении взаимоотношения детей и родителей. Что делать? Коротко не скажешь – тоже не буду, друзья. Я отвечаю только на вопросы, где можно коротко сказать. Здесь вопрос такой. Есть ли в Писании утверждение, что исповедоваться нужно только служителям? Ну, текст подразумевает записки, что почему, например, нельзя рядовым членам церкви. Ну, здесь так вопрос не стоит, но подразумевается. Друзья, вообще в Святом Писании, мы читаем, в Ветхом Завете написано – придет к священнику и исповедуется. Между Ветхим Новым Заветом и Анкрестителем крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. И в Новом Завете, мы читаем, многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. По тексту приходили к апостолам. То есть, практика служения Церкви и Ветхие Заветы, и Анкреститель, везде исповедание было священнику или Иоанну Крестителю, как пророку, или, мы видим, к апостолам. Тем не менее, если нету пресвитера, а человек очень нуждается в исповедании, больной, жизнь может прекратиться, исповедуется просто брату, я не вижу в этом никакого, не увижу в этом какого-то нарушения. Человек нуждается в исповедании, пресвитера рядом нету. Исповедался и умер. Ну и слава Богу, что успел исповедаться. Ну здесь вопрос, наверное, по поводу меня, почему родители иногда называют «Вы, а Бога – Ты». Ну, наверное, потому что так принято больше. Мы привыкли Бога называть «Ты». В нашей семье родители называли «Вы». В моей семье дети меня называют «Ты». Ну вот так, у кого как. И вопрос такой. Если у меня был грех, я его исповедал, и Бог дал победу. Через время снова согрешил. И потом опять исповедал. И Господь освободил. Нужно ли мне исповедать это? Друзья, я советую исповедаться, потому что может случиться, что вы третий раз согрешили. Исповедание, оно не только дает свободу в сердце. Исповедание помогает нам грех побеждать. И кроме того, служитель, он может дать какой-то совет. А может быть, будет за вас молиться, чтобы вы не согрешили в третий раз. Поэтому лучше исповедаться. Галатам 6, 7. Что посеять человек, то и пожнет. Может ли Бог отменить жатву? Или жатва будет обязательна? Друзья, Бог может отменить. Если человек, например, согрешил, ну, посеял, Бог может отменить. В каком смысле? Если человек покаялся и исповедался. Написано, кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно не вецен, потому что любит миловать. Вот Бог, не вменяющий преступления, если юноша или девушка согрешили, искренне исповедались, раскались, совсем не обязательно, чтобы Бог наказал. Бог может сделать так, чтобы никакого продолжения не будет. В личной жизни или даже в детях. Если мы искренне исповедались. Скажите, пожалуйста, если сестра с братом согрешили прелюбодейством, будучи членами церкви, раскаялись, но не сказали об этом грехе братьям, войдут ли они в небо? Друзья, если это реальная ситуация, обязательно вам надо исповедаться. Обязательно. Я не поверю, что ваша совесть замолчит, вот, и не будет последствий. Вам надо обязательно рассказать служителю о вашем поступке. Как вы думаете, есть ли какая опасность, если на работе в одном кабинете рабочее место сестры и неверующего молодого человека? Что посоветуете в этой ситуации? Я посоветую уволиться с работы. Другого варианта я не вижу. Или скажите начальнику, что я не могу в одном кабинете работать с мужчиной. И все. И совершенно категорично. Даже если вы потеряете хорошую работу, есть смысл принять самые решительные меры. Такая ситуация очень редко благополучно заканчивается. Извините, короткий случай расскажу. Один брат пошел, искал работу. И ему предложили работу очень заработную. Он будет ездить в Москву, из Краснодара в Москву, на дорогой иномарке он будет ездить и привозить какой-то врус в небольшом объеме. И ему будут хорошо платить. Ну, все официально, и фирма официальная. Никакого тут как бы греха нет. И он дает согласие. И он очень был рад, что Бог послал такую хорошую работу. Потом он приходит завтра, и ему говорят, начальница говорит, говорит, вы будете ездить с девушкой, она экспедитор, в Москву с девушкой, и она всегда будет ездить с вами. И вы знаете, и он, конечно, растерялся. Растерялся, борьба была. И потом он пришел и заявил, что я не буду работать. Я расторгаю. Он уже оформился, трудовая, все. И он расторг контракт. Удивлялись. Начальница удивлялась. Кажется, наоборот, хорошо. Она говорила, ну, это же даже хорошо. Вам не будет скучно, вы будете с девушкой ездить на машине. И все такое. И заработок высокий. И он расторг этот контракт. В общем-то, я этого брата зауважал. Да, безусловно, это искушение. Ездить в Москву с девушкой. Безусловно, это искушение. И он совершенно решительно. Поэтому мы должны в подобных обстоятельствах поступать решительно. Даже если мы очень много материально потеряем. Если человек принял крещение, и потом оказалось, что он невозрожденный, нужно ли ему опять принимать крещение, обновив покаяние. Друзья, ну, во-первых, он возрожденный или невозрожденный, здесь тоже можно ошибиться. Оказалось, что он невозрожденный. Здесь тоже можно ошибиться. Скажу в чем. Потому что жизнь плотского христианина и жизнь невозрожденного очень похожи. И бывает разобраться трудно. Можно ошибиться в первом или в втором варианте. Но, в общем-то, друзья, обычно мы не перекрещиваем. Если такое случилось, кто-то принял крещение, но прошло время, и он покаялся и пережил возрождение. Обычно, повторно, мы не крестим. Ну, хотя отдельные случаи могли быть, друзья, я вот в Грузии был одно время пресвитером в городе Тбилиси. И вы знаете, я встречал такие ситуации, когда крестили вообще без покаяния. Вообще без покаяния. Ну, например, жена принимает крещение, а муж неверующий. Он с трудом ее согласился, чтобы она пошла на крещение. Пошел с ней. А пресвитер говорит, а может и тебе? Да давай мне заодно. Вот такие случаи были. И таких случаев было немало. И мы рассуждали, и мы согласились. Если кто-то из таких будет просить прощения, простите, будет просить крещения, таких крестить повторно. Вот у нас такое согласие было. Но это отдельный случай, мы об этом даже в Союзе Церкви согласовывали. Объясните, пожалуйста, как понять притчу о новых и старых мехах? Я понимаю, друзья, так, что человек возрожденный, он принимает доктрины Нового Завета. То есть в новый человек, в новые мехи, доктрину Нового Завета принимает. Если человек не родился свыше, ему это все кажется неудобно в разумительном. В старые мехи новое вино трудно вливать. Вот так я думаю. Насчет развлечения духов не буду. И стоит ли запрещать членам молодежи, которые ведут двойную жизнь? Девочки ходят в брюках на учебу. Девочки ходят на учебу в штанах, встречаются с мальчиками. Можно, чтобы они принимали участие с молодежи на собраниях. Ну, пели, декламации рассказывали. Друзья, я бы, если знаю точно, что сестра из молодежи носит брюки, встречается с мальчиком, я бы ей не разрешал участвовать на богослужении. Я бы не разрешал. Ну, наверное, правильно было бы помочь ей жизнь поменять. Ну, здесь одна записка, которая касается лично меня. Вот, я не буду ее прочитывать. Подойдите лично, я вам отвечу на это.